МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КОЖНО ГАЮСЬ СВАЕ ДОСЯГНЕНИИ, ПРИЧИМ НА САМЫХ РОЗНЫХ УЗРОВНЯХ. ГОМЕЦСКАЯ ВЕДАМОСТИ, ВЛАДАННИК ЗОЛАТОЙ ЛИТРЫ, ТЕЛЕ РАДИОКОМПАНИЯ ГОМЕЛЬ, ТЕЛЕ ВЕРШИНЫ, ГОМЕЦСКАЯ ПРАВДА, ЗОЛАТОГА ПЕРАМ, ПЛЮС НА ПРАТЯГУ ОПОЧНЕГА ГОДА, ДИПЛОМ ПЕРАМОЧЦАЙ РЕСПАБЛИКАНСКОГО ЭКОЛОГИЧНОГО КОНКУРСУ У РЕЧСКОГО ДНЯ ПРОВЦА И МИЖНАРОДНОГО СЛАВЯНСКОГО СКОРЫЖАВАННЯ УЛОВЮСКИХ ЖУНАЛИСТОВ. НЕВАТ У НЕВЕЛИКИХ РАЙОНАХ ПРЕПРАСИЙНЫЕ ПАДОХОДИ ЗАВСЮДЫ МОЖНА ЗНАСИТ ТЕМЫ, ЯКЕ ЗАЦИКАВИТЬ ЧИТАЧОВ. Конечно, тема не настолько глобальная, наверное, как это может быть на уровне республиканской газеты или даже областной газеты, но, тем не менее, вот в нашем маленьком районе эти маленькие темы, они интересны каждому. Поэтому сегодня что-то произошло, например, достигли определенные ступенечки в каким-то экономическом показателе, и это уже для нас хорошая новость, и это мы уже пишем, чтобы все наши люди знали. Кармянская газета «Зара над Сожем» до речи, все это так само, все это лепших ОЕЕ диплом третьей ступени, а прочатаго улику Перамостов, Реческий Дня Провец, Гомельская Правда, Первый городский телеканал Гомеля, все это 9 лепших журналистов и главный редактор телерадио-компании Гомель Алена Василюк. За нашим словом «будне», за нашим словом «житё» — это слово с гимны гомельских журналистов. Сегодня только у державных СМИ в регионе просует каля 200 корреспондентов, а лень незалежно от формы властности выдания, головное потребование для всех, профессионализм, объективность и отказность. У речи, как стать соправдным журналистам, недостатково просто нечто написать. Пишут все, как говорят, кому не лень, не анализируя какие-то процессы, нося даже какую-то смуту, я бы сказал. Ответственность — это очень важно для нашей профессии. Это самое главное. И, конечно же, профессионализм. Олег Сентюров, Валерий Копанько, телерадио-компания Гомель. Сегодня у открытым акционерным товариствия Бабовский Жлобинского района отбылось ушанование лидеров уборочной компании. Вердовиков жнива повеншевали старшиня Федерации профсоюзов Белоруссии Михаил Орда и старшиня Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников агропромыслового комплекса Миколай Лабышев. Лепшим экипажем комбайнеров уручены подячные листы и подарунки. А кроме того, представники профсоюза узнайомились с работой по выконанию техники безопасности на уборочной, а так само социальной инфраструктурой агрогородка Бабовский и умовами от подшинку работников. Борочная компания – это кульминация, это сегодня результат работы всего года. И, конечно, сегодня в целом работа идет активная. Там, где, сказать, надо, необходимо помощь, помогают все. Нет сегодня равнодушных, так, чтобы кому-то обратились, заводу предприятий и город, он сегодня тоже здесь, он сегодня помогает. Ну и приятно видеть, я вам скажу, молодежные два экипажа, которые сегодня дают фору старшему поколению. Подробязный репортаж глядите в наших наступных выпусках. До инших тем, 7 ветра на Великой Чынной войне вернули орден Червоной Зорки, який сгубился 70 годов тому. Наши корреспонденты допомогли собрать звездки про самого удельника войны, ягода, гэтуль невядомую узнагароду. Кали трымаешь у руках гэты орден, отшываешь некое особливое хвалявание. История гэты узнагароды не меньше цикавая, чем история ее уладальника. Уроженец Рахашовского района Барыс Иванович Коршаков прошел усю войну в складе 132-й стралковой дивизии. Гэты войсковые формирование уключилось в оборону Радзимы литерально с первых дюн войны. Астойвала Беларусь при малую делу Курской битве дайшло до Берлина. Такие звездки нашей издымочной группе пришлось ошукать самостоинно. Семья самого Бариса Ивановича Амальничога про его боевый шлях не ведая. Фронтовик помер у початку 1950-х года. Его шатеры детей тады были малые. И у спамины про батьку засталось и немного. Много он там рассказывал, приезжали же дядька уже приехала, там между собой разговаривали, но этого я не помню. Я помню, медали были, помню медали, за что, не знаю. Не помню я, но медали были. Айсовская хата семьи Коршаковых у Рогашовским районе некольки десяти годзе у тому сгорела. Усе батьковские узнагороды и фотокартки были изнишены огнем. Под Гомель, где родные ветра, она живут зараз, поспели перевести только некольки с дымков. Орден шервонной зорки, что знайшелся празд десяти годзе, один из узнагорода Бариса Ивановича, якая зараз есть у семьи. Але никаких конкретных звездок про ее родные не мают. Пролить светло на таямницу ордена допомогли у Жлобине. Минавито тут два годы тому мясовый жахар принес узнагороду у военкомат, а уже его супрацводники расшукали семью ветерана. Тут стало вядомо, что фронтовик отрымал свой орден у 1945-м. Верагодно Барис Иванович отзнашился, калі прымау дел у Берлинской операции. Что тычится семидесяти годового шляху узнагороды, то уличваюши стан самого ордена, он знаходился у земли. Найбольш макшимой може быть версия, што Барис Коршаков сам згубил узнагороду. Про Жлобиншину юновых вертаться у 1946-м годзе з Германии дадому, у Рогачевский район. У военкомат яна худшая за усе трапила праз некалькі рук, от чорнага копальніка. Такие тут не редкость. Из находок часу великайчинной войны тысячи. Зараз, напрыклад, у Жлобинским районе працують адразу две офицейные команды. Пендзінская пошук у Сюдыход и 50 другие особные специализованы пошуковый батальон Министерства обороны Беларуси. Яны ведутся работы недалёко от вёзки Четверня. На месце, где у 1941-м годзе у першыню был здейсненый контр-удар по гитлеровской армии. Вось на гэты месце у 1941-м годзе 63-й корпус под командованием генерал-лейтенанта Леонида Петровского прорываўся за кружение. И шли жорсткие крывопролитные бои. Часу на то, як обхавать забитых просто не было, як и махчымасти. И тому многие бойцы на 75 годов засталися на своих огнявых рубяжах. За то, як об затрымаць противника на месяц, своё жыцё отдали тысячи советских воинов. Як кажуть пошуковики, земля падметала шукальникам звениць без перапына. А крамя пахаванню, побачь можна знайсти рэшки, амуниции и снарадов. Тому гэта мясовасті шмат людей, які займаюцца пошуковыми работами. Одны працуют легальна, каб установіць імёны невядомых бойцов. Другі капаюць ў чорную, пакідаюць знаходкі сабі, а пасля прадаюць. Махчыма такая гісторія магла здарыцца із узнагороды Барыса Коршакова. Як бы не было, знайдзіны ордэн зараз таў семейной рэліківі нащадкаў Барыса Ивановича. І да памох им ближе і пазнаёмецца з гістореў свайго героя. Настасі Кучынская, Валера Ихапанько, тылі радуе кампанія Гомель. Увазі Гомельчан, ўсувязі з проведенням работ па латкавані асфальтобетоннага пакрыця, праэзнычасткі ізаўт раздесяці гадзінраніцы будзе закрыты руха громадзкага транспарту па вулиці Палескай, ад вулицы Кірова до вулицы Богдана Хмельницкага. Такі часовы обмежавані руху працягнуться до пяти гадзінраніцы восьмага жнюня. На гэты перэд будзе зменіны маршрут руху громадзкага транспарту тралебусаў нумар 8, 10, 19, а таксамы аутобусаў нумар 8, 9, 11, 33 і 15. Асобныя маршуты на час проведення работ будз адменіны. Усувязі з гэтым павалішыцца колькась адзінок транспарту на аутобусах-маршутах нумар 11 і нумар 12. Датагош, на час проведення работ для зрушнасті заезду ў заходній микрорайон будзе організаваны аутобусны маршрут нумар 88, проспект Рэшэскі, Кальцавы. І он будзе накераваны па проспекці Рэшэскім в уліцах Сосновыў, Уладімірова, Полескаў, Богдана Хмельницкага ў обо двух на прамках руху. Спякота дат 33 градуса ўчакаецца ў Гомельскай в області заутра. Усувязі з гэтым синоптикі аб'явіли оранжаву узрові небяспекі. Як поведаміли ў областным гидрометэцентр, ў ближайші суткі ў регіоні прогнозується пираменная воблашнаць, пираважна без опадкав. У ночі раніца і слабы туман. Ветер будзе пауднёвы 3,8 метрів за секунду. Температура поветра ў наші складзе от 12 до 17 градусів. У день чакайцца 28-33. Отповедный характер на дворі захаваецца і ў суботу. Карткочасовая дажжі і на вольнице макчымы ў ночна сёмая жнивня. У неделю спякота крыху спадзе будзе да 19 градусів ў ночі і да 25-27 ў день. С тёнім чарговым выпуску программы «Добрый вечер, Гомель» – размова падзе об хвіліне славы. Гэта конкурс талентів, які на протягу пяти годів проводзіць ў Гомельській областной универсальній бібліотец ім'я Ленина. Телегідатшоў чакаяць устрэча з адным з організаторів мероприємства, членам Межнародного саюза письменників і майстров мастацтва Олегом Ананьєвым. Так само своя творчая здольністі продемонструюць ў юны ўдзельнікі конкурсу. Другі блок программы будзе присвечаны гутарцы з уладальніцей самой довгай косыл Біларусі Милай Бугаєвай. Глядіць і пердашу «Добрый вечер, Гомель» сёння ў 19 гадзін 30 хвілі на таліканалі «Біларусь 4». Гэты і інші новіны вы можете знайсті на нашым сайті ў інтернеті по адресі www.cvergomil.by. На гэтым выпуск завершен. У студіі працаваў Александр Гамоля. Добрых вам новінов і до сустрэчы у ефіры. Добрых вам новіна.